У вас когда-нибудь появлялось ощущение, что стекло, у которого вы стоите, вдруг стало крайне ненадежным? Возможно, по телу пробегал холодок, и вы даже отступали на пару шагов назад. Представляли ли вы, как эта прозрачная преграда между вами и той опасностью, что за ней, вдруг исчезает или разбивается? Я? Да. Всякий раз в зоопарке. Перед вами 10 случаев, когда стекло почти разбивалось. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов, и мы начинаем. Острые камни обезьянки Как правило, люди не боятся оказываться в ситуациях, когда их от опасности отделяют лишь несколько сантиметров стекла. Будь то стеклянный мост, подвешенный в тысячах километрах над землей, или вольеры в зоопарке. Вероятно, в эти моменты может показаться, что стекло никак не годится на роль барьеры. Уже бывали случаи, когда его целостность оказывалась под угрозой. Похоже, животные стали достаточно умными и могут создавать приспособления для побега. Это не шутка. Посмотрите на эту обезьянку, которая практически смогла разбить стекло с помощью застравного камня. Ей оставалось совсем немного до свободы. Сотрудники зоопарка говорят, что она не похожа на других. Эта обезьянка единственная, кто использует камень в качестве молотка. В отличие от своих собратьев, она знает, что нужно делать с предметами. За такой пронырой нужен глаз на глаз, ведь она наверняка попробует снова вырваться на свободу. Шоу с медведем Гризли Не думаю, что какая-либо другая страна может превзойти японские ТВ-шоу по уровню безумия. Кажется, японцы прямо-таки охотятся за сумасшедшими идеями, и недавнее шоу лишь подняло уровень сумасшествия до запредельного. В нем женщину закрывают в стеклянном кубе, а голодный медведь пытается выяснить, как добраться до потенциальной еды. Гризли по-настоящему свирепствует, он толкает, опрокидывает и даже поднимает стеклянный куб. Женщина паникует и на протяжении всего ролика срывается на крик от страха за свою жизнь. Думаю, так вел бы любой другой на ее месте. К счастью для нас, мы смотрим подобные шоу в безопасном месте у экрана компьютера и можем посмеяться над участниками, которые добровольно оказались в такой ситуации. Акулы в Нью-Йорке Ураган Сэнди, пронесшийся по восточному побережью США, опустошил все побережье, включая Нью-Йорк. Больше всего пострадала инфраструктура города. Для многих отсутствие общественного транспорта и электричества было самым значительным неудобством. Морская жизнь нью-йоркского аквариума также находилась в опасности, ведь животные оказались в воде. Может показаться, что оставлять рыбу в воде нормально, но без электричества, фильтров и регулировки температуры некоторые из этих рыб могли бы с таким же успехом сидеть в кислоте. Нью-Йоркские власти оказались в затруднительном положении. Тысячи рыб, черепах и даже акул нужно было перевести до того, пока они погибнут. Учитывая разрушения, которые принес ураган, решить такую задачу было непросто. Более крупные существа – моржи, тюлени, морские черепахи и акулы – прекрасно справлялись с последствиями, однако тропические рыбы и виды поменьше погибали. Персонал работал сутки напролет, чтобы спасти как можно больше животных. Если бы небольшое количество сотрудников в тот день, число потерь было бы значительно выше. Белому медведю не нравится жить в аквариуме Далее речь пойдет о настоящем короле севера – белом медведе. Вероятно, они привыкли быть самыми большими и главными за полярным кругом. Но в аквариуме все иначе. Понятно, что это величественное создание не восторга от тесного загона. Может ли это быть причиной того, что огромный белый медведь бросает камни прямо в стекло? Медведь по имени Викс спокойно плавал в своем аквариуме в голландском зоопарке. Но его настроение вдруг поменялось. Двое мужчин стали свидетелями того, как он уплывает прочь, а затем появился камень, который ударил по стеклу с громким стуком. Если бы снаряд прошел насквозь, результат был бы катастрофическим. К счастью, стекло оказалось прочным и не поддалось. Семисоткилограммовый белый медведь – определенно последнее существо, с которым хотелось бы встретиться лицом к лицу. Не смотри вниз Во многих небоскребах есть смотровые площадки со стеклянными полами. Если вам хватает смелости, вы можете полюбоваться на полную панораму города с безумных высот. Хотя даже тем, у кого нет страха высоты, может показаться, что зрелище пугает. У Уиллис Тауэр в Чикаго, когда-то в самом высоком здании в мире, есть смотровая площадка на 103-м этаже. Представьте, как двери лифта открываются в стеклянную комнату, словно подвешенную в воздухе. Посещать такие площадки для жителей и туристов стало практически традицией. Но этой семье не повезло. Когда они делали фотографию с видом на город, то заметили, что стекло стало трескаться у них под ногами. Можете себе представить, насколько это жутко? Вот вы стоите в стеклянной комнате, которая, к слову, слегка покачивается от ветра. И вдруг видите, как по стеклу расходятся трещины. Кошмар! Один из членов семьи так описал свои ощущения. Я прислонил ладошку и почувствовал, как трескается стекло. Честно, я был в шоке и не мог поверить. Мне стало страшно. А кому бы не стало? Семья поспешила оповестить персонал. Смотровую площадку закрыли на ремонт. По настоящий момент те люди были последними, кто ее посетил. Слишком близко Как это обычно бывает в зоопарке, дети слишком близко подходят к стеклу. Иногда животные решают отреагировать на неприятное вторжение. Как это и случилось со львом Маликом и девочкой Софи. Малик готовился к завтраку, когда София поднялась на смотровую площадку и прильнула к стеклу вольера. Недовольный тем, что ему помешали, Малик подошел и в упор стал смотреть на маленькую девочку. Удивительно, она даже не вздрогнула и не отвела взгляд. Видя вызов, лев распушил гриву, а затем набросился на стекло и несколько секунд барабанил по нему, прежде чем снова устремить взгляд на ребенка. София наконец отвернулась, но не от страха, а из любопытства. «Что он мне говорит, мама?» – спросила она. Я нахожу реакцию ее родителей веселой и продуманной. «Он велит тебе спуститься, София». Легкий способ заставить девочку сойти вниз. Разборки в Сан-Диего Гориллы – невероятно сильное создание, и это подтверждают следующие кадры, в которых одна из них практически без усилий разбила стекло. Приматы нанесли столь серьезный ущерб вольеру, что зоопарк Сан-Диего был вынужден закрыть всю секцию с ними на ремонт. Когда две гориллы начинают драться, мало что можно предпринять. Казалось бы, горилл можно усыпить, но усыпи одну, другая воспользуется возможностью выиграть бой. Усыпи обеих и получи тонну бумажной работы. Поэтому, когда эти животные ссорятся, их обычно не останавливают. До тех пор, пока это не угрожает посетителям. Если что-то выйдет из-под контроля, осмотрителям разрешается их усыпить. Но это нежелательно. Тогда взгляните на силу и свирепость горилл во время схватки. Если бы они осознали свое преимущество, то совместными усилиями смогли бы снести вольер и исчезнуть во тьме ночи. К счастью, для нас гориллы еще этого не поняли. Морской слон нападает на машину. Если стоят предупреждающие знаки, что парковка запрещена, поскольку рядом живут морские слоны, то стоит обращать на них внимание. Люди, которые проигнорируют предупреждение, получат суровый жизненный урок. Этот морской слон не берет пленных. Если вы нарушите его покой, он отплатит вам сполна. Просто и понятно. Тюлень не против людей рядом с его домом, но вот вонючие и шумные машины он не потерпит. Только взгляните, как этот гигант бьет по автомобилю, припаркованному прямо под предупреждающими знаками. Держу пари, владелец его авто теперь будет обращать на них внимание. Иногда люди учатся только на собственном горьком опыте. Морские слоны находятся под защитой, поскольку некогда их вид был под угрозой исчезновения. Долгое время этих животных убивали из-за их подкожного жира. В 1892 году северный морской слон считался вымершим из-за огромного количества документально подтвержденных наблюдений. Было подсчитано, что в 1910 году в живых оставалось от 20 до 100 особей. И только в 1922 году ситуация начала налаживаться. В дополнение к государственной защите тюлени стали активно спариваться. С тех пор их популяция выросла до 160 тысяч и продолжает расти. Когда количество особей достигнет приемлемого уровня, ограничения будут сняты. Разбитое окно в крыше Окна в крыше круто и все такое. Но когда они разбиваются, то могут быть смертельно опасными. Человек, снявший данное видео, усвоил урок. Такие окна больше не радуют его. Он говорит, что теперь даже не может под ними ходить. И его можно понять. Мужчина рассказывает, что спал наверху, когда услышал громкий треск. Настолько громкий, что он подумал, что кто-то пытается пробраться в дом. Когда мужчина спустился вниз, то обнаружил, что стекло треснуло. Он достал телефон, чтобы заснять происходящее. Однако в это мгновение на мужчину посыпались осколки. Первоначальные повреждения зафиксировать не удалось, но последствия очевидны. Скажу вам вот что. Из-за этой истории в ближайшее время я точно буду избегать такие окна. Гризли разбивает стекло Что получится, если 800-килограммовый гризли решит поиграть с большим камнем в вольере зоопарка? Зоопарк закроют. Этот инцидент привел многих посетителей в ужас, однако власти заявили, что медведь просто играл и случайно разбил один из пяти слоев стекла. Хотя нужно было заменить лишь один слой, это показывает, что безопасные условия могут запросто превратиться в смертельные. Всегда стоит быть начеку. Пусть эти вольеры относительно безопасны в сравнении с капризной дикой природой, но сильные существа, которые обитают в них, словно напоминают нам, что не стоит терять бдительность. На этом все, друзья, с вами был профессор Гуглов. Смотрите другие видео на моем канале, если вам это видео понравилось. Не стесняйтесь, ставьте лайк. А тем, кто досмотрел это видео до конца, вам отдельное спасибо. Напишите в комментариях «стекло», и я буду знать, что это вы. Огромный вам респект. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok